Участковые отмечают вековой юбилей. 17 ноября службе участковых уполномоченных полиции исполнится 100 лет со дня образования в системе МВД России. К этой дате проводится акция «Один день с участковым». Наш корреспондент Анна Мартяжкина, являющаяся по совместительству постоянным челетом Общественного совета окружного управления МВД, присоединилась к акции и готова рассказать о непростой службе анадрского участкового. Эта служба и опасна и трудна. Игорь Малюгин уже полтора года трудится участковым в анадре. Город хоть и небольшой, но дел хватает, говорят полицейские. Служебная деятельность крайне разнообразна. От проведения профилактических бесед до раскрытия преступлений. Этим поздним вечером проверяем одного из поднадзорных. Встал на путь исправления, отмечает майор. Молодой мужчина улыбается в ответ. Сын на днях родился. Молодой, не пей. Не пей, его зажигал. Потом у нас сына родился. О, ничего себе. Поздравляю. Так что, держись. Участковый – профессия народная. Он знает каждого на своей территории в лицо и знает, чего ждать от своих подопечных. Какие происшествия случаются за сутки дежурные, как правило? Что у нас чаще всего происходит? Дежурные сутки – это в основном семейные скандалы, какие-то бытовые конфликты на фоне злоупотребления спиртными напитками. Естественно, нарушение тоже, когда люди в нетерзанном состоянии оказываются на улице. Игорь Малюгин – первый в семье, кто решил стать полицейским. Говорит, что это мечта с детства. Службу несет исправно и находится на хорошем счету у своего руководства. Только исключительно с положительным углом у страны отметить, скажем так, все поручения, которые, как и руководителям, удаю, в том числе и руководство отдела, они, скажем так, исполняются в сроки, скажем так, в потребовании на ближайшем виде. Они все делаются. Участковых можно смело назвать универсальными солдатами. Уже скоро службы отметят вековой юбилей. И в преддверии праздника хочется им пожелать огромного терпения, понимания в семье и побольше спокойных ночей. Анна Мартяжкина при содействии региональной пресс-службы УМВД. Специально для программы «Вести Чукотка».